Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». До нас добрался Руслан Похов, директор Центра анализа стратегии и технологии. Руслан Николаевич, вас приветствую. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 9258888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался и продолжается, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», там все новости и тоже стрим есть. Наверное, можно начать со свежих, причем иностранных газет, которые вовсю рассматривают под микроскопом, кто же такой товарищ Суровикин, которого они еще назвали генерал Армагеддон. И возникает вопрос по части той публикации, которая была в «Политике» вчера или позавчера. Какие-то британские разведчики, источники говорят, что вот Суровикина назначили, и вот уже результаты видны, и реально более слажено все. И его сирийская тактика чувствуется. Возникает вопрос, а что такого случилось, что можно действительно уже говорить, что принципиально что-то поменялось? Ну, вы знаете, как говорил уже неоднократно наш президент, который, кстати, сегодня будет в 16 часов выступать на Молдайском клубе. На Молдайском клубе, да, да, да. И я думаю, это, конечно, будет, наверное, мощное выступление. Вот. Давайте отделим мухи от котлет, если мы будем говорить о Суровикине. Во-первых, есть некое такое нагнетание вокруг этого человека. У них или здесь? В обоих странах. Ну, потому что, вы знаете, вот эта культура исключения, да, cancel culture, она распространяется на нас всех русских, да, нас всех надо выпилить, нас всех нужно демонизировать. А чтобы было проще, там, отбирать собственность за границу, я не знаю, не продлевать визы людям, учащимся в западных университетах, надо вот всех нарисовать, ну, как минимум, Хасаддамами и Хусейнами, а лучше Гитлерами, да. Поэтому вот и Суровикина тоже, значит, рисуют такого кровожадного тирана, и это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Безусловно, Суровикин человек жесткий, да. Я сам с ним имел честь несколько раз разговаривать, но при этом он, знаете, вменяемый, он, я бы даже рискнул, назвать его интеллектуалом, насколько это к военным применимо. А главное, он не боится говорить нет, и он не боится говорить правду вышестоящему начальству. Очень известная история, связанная с этим человеком, он же командовал подразделением, вверенные ему солдаты, выполняя приказ советской власти в 91-м году. Это известная история, да. Значит, задавили невольно, значит, трех человек. За это капитан Суровикин был арестован, и он, в отношении него проводились следственные действия. Он несколько раз, несколько месяцев провел заключение. Вот. Об этом все знают. Но мало кто знает известную историю о беседе между Суровикиным и Ельциным, о чем я знаю от двух независимых источников, я долго это изучал, что через несколько месяцев следственных действий Ельцин пожелал увидеть путчистов. Ему устроили с ними встречу где-то в центре Москвы, то ли это было здание администрации президента, то ли прокуратуры, то есть их привезли из мест содержания, где они там сидели, не знаю, наверное, в Лефортово, я думаю, и их выстроили в кабинете, в таком длинном, каждый стоял возле стола, и первым стоял маршал Язов, потом стоял еще около 10 человек, и последним стоял Суровикин. И была очень такая интересная сцена, значит, Ельцин зашел, и ему начинают зачитывать как бы преступления каждого из... Значит, начинают про Язова, читают достаточно медленно, Язов чуть ли не на колени грохается и начинает говорить, простите меня, пожалуйста, Борис Николаевич, старого дурака меня без попутал, и примерно в таком же духе говорят все остальные. Ельцин в какой-то момент начинает терять интерес к разговору, да, потому что он как бы хотел, видимо, покуражиться. Вот. Все читают вот эти... список преступлений все быстрее и быстрее, и вот остается, собственно говоря, один капитан Суровикин, и там что-то... Вот капитан Суровикин, очень быстро, 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 Ельцин уже почти потеряв интерес, говорит, ну и что? Там скажешь свое оправдание, что-то типа такого. А Суровикин говорит, ничего не скажу. Как так, ничего не скажешь? Мне не в чем оправдываться, я не совершил никакого преступления. Как так? Люди погибли, там это, путь. Он говорит, у меня была присяга, и я выполнял долг, команду, своего вышестоящего командира, поэтому я никакой своей вины в этом не чувствую. Да, возмутился Ельцин, а вот если бы тебе приказали в меня стрелять, ты что бы выполнил этот преступный приказ? На что Суровикин, не дрогнув, посмотрев Ельцину в лицо, сказал, да, конечно, выстрелил, конечно бы выполнил приказ. Это очень сильно озадачило Ельцина, который при всех его недостатках был человеком очень цельным, да, скажем, в отличие от Горбачева, еще целого ряда наших лидеров, там, Хрущева не юлил, всегда шел на проблему, а не от проблемы, это произвело у него сильнейшее впечатление, и он впал в такой легкий ступор и стал говорить что-то типа, там, капитан Суровикин, капитан Суровикин, со словами капитан Суровикин вышел из комнаты, вот, их всех собрали, отвезли, значит, снова там распихали по камерам, и где-то среди ночи, в 3 или в 4 часа, значит, в камеру Суровикина постучались, искали Суровикин на выход, вот, и отпустили его, вот, и он пошел, причем пошел он не домой, пошел он не к друзьям, пошел он не в кабак, а он пошел пешком в свою часть, которая в Нахабино, несколько часов туда шел, стучался, там все уже с ним попрощались, а он сказал, что я пришел служить, попросил снова собрать его солдат, которых уже разбросали в 92-м году по разным, ну, по разным, да, подразделениям, он захотел свое подразделение, вот, потом через несколько месяцев успешно были проведены учения, и он получил звание майора, и вот так вот была его карьера. Ну, красничество, Вот об этом эпизоде знают очень мало, да, почему-то, и, кстати, надо отдать должное Суровикину, он сам об этом никому не рассказывает, он в этом смысле очень скромный человек, да, то, что он жесткий, да, это известно, он чем-то мне напоминает, знаете, маршала Жукова, который имел большое количество недостатков, но у Жукова был вот этот колоссальный талант не паниковать и держать войну. А нам слушатели уже пишут, это что-то типа маршала Жукова нашего времени не спрашивают. Похоже на то, еще раз, меня, наверное, заподозрит в том, что я, так сказать, пиарщик Суровикина, да, и я член общественного совета, но здесь я говорю абсолютно откровенно, скажу больше, из тех генералов, по крайней мере, живых, и тех, кто не в отставке, да, потому что я высокого мнения очень был о покойном Владимире Поповкине, заместителе министра обороны по вооружениям и потом главе Роскосмоса, я бы вот всех генералов, ныне служащих, да, по крайней мере, из тех, с кем я имел возможность общаться, что-то делать совместно, я бы поделил вот на две категории, Суровикин и все остальные, знаете, вот какая-то шутка, Мерседесы и все остальные, да, но вот даже сейчас, по машине, да, сейчас, когда мы говорим о том, что вот уже месяц, он, значит, командует, руководит, и возникает вопрос, вот даже отталкиваясь от того, что в том числе говорят иностранцы, мы видим действительно, что ситуация поменится, поменялась с тем, что когда, в тот момент, когда Суровикин назначили. Ну, вы знаете, есть два апокрифа, я еще раз подтвержу, именно апокриф, потому что у меня нет многочисленных подтверждений этому, первый, что когда он был назначен командовать, так сказать, Южным фронтом, да, он с ужасом увидел, что многие солдаты давно не мылись, у них, так сказать, нет должного бомбардирования, и он сделал все, чтобы эту ситуацию в бытовом плане исправить, да, потому что воюют по финалу не железо, а люди, а еще один момент, опять это апокриф, я слышал его из западных уст, как известно, западники регулярно клевещут в обе стороны, что вот когда был тот знаменитый десант на Гастомель, ведь была утечка, или каким-то образом американцы узнали, они сообщили украинцам, и те ждали наш десант, и начали активно обстреливать десантников, которые захватили аэропорт Гастомеля из артиллерии, и стало ясно, что Ил-76 с подкреплением не смогут приземлиться, но уже был приказ, и вот как мне говорили люди, Суровикин, де-факто, будучи главком ВКС, ослушался приказа, он сказал, я не пошлю своих людей на смерть, они никто там не приземлятся, ни летчики, ни десант, то есть это человек, который не боится брать ответственность, вот, и я думаю, что безусловно этот человек сможет улучшить ситуацию, однако мы должны понимать, что у войны, даже если мы называем ее специальной военной операцией, есть своя динамика, то есть по результатам можно будет судить уже целиком, и один, даже самый талантливый человек, ну не может, как помните в сказке про Золушку, да, никакие связи не помогут сделать сердце добрым, ножку маленькой, да, говорит Мартинсон, играющий короля, так и тут, я проникнут глубочайшим уважением к Суровикину, но я думаю, даже если бы мы его клонировали, их было бы пять или шесть, вряд ли просто пять или шесть талантливых генералов могут... Сразу в одночасье что-то поменять. Да, да, даже не в одночасье. История с тогда ударами по инфраструктуре, уже по вот технической части, это все было очень активно, довольно долго, там, по-моему, больше недели, больше десяти дней, вот сейчас вроде бы, как говорят, какое-то затишье произошло. Возникает вопрос, что считать конечной целью вот в этих ударах? Вы знаете, мы должны быть с вами очень осторожны в оценках, особенно, когда мы пытаемся давать их условно в режиме реального времени, да, потому что огромное количество дезинформационных мероприятий осуществляется как украинцами, так и нами, и огромными массами украинских союзников, да, то есть на Украину работает не только вся машина НАТО в плане, и не только НАТО, Австралия в НАТО не ходит, да, не только в плане вооружений, но и весь Джар и пиар, лучший пиар и Джар, да, американский, да, и при всем моем уважении, так сказать, к нашим известным ведущим, не будем называть их имена, но все знаем, что это слонята, да, что они никогда, ни они, ни Тартас, ни РТ, никогда не перепрограммируют ту огромную западную машину, которая, которые влили в уши, что мы, так сказать, новые агрессоры, да, и что мы, так сказать, напали на Украину, поэтому, на мой взгляд, мы до конца не можем судить, да, все очень сильно преламливается, вопрос в другом, украинцы воюют, так сказать, двумя руками, двумя ногами, еще и головой, да, мы долгое время, так сказать, в силу тех или иных причин, там, условно говоря, наносили удары только левой, было ли это связано с тем, что наш верховный главнокомандующий считает, что мы один народ, и нельзя разрушать инфраструктуру, было ли это связано с тем, что у нас отсутствует целый ряд каких-то средств, вот, скажем, когда говорят про Сирию, да, дело в том, что опыт Сирии, это как обоюдоострый меч, дело в том, что целый ряд вещей, которые мы в Сирии опыт приобрели, он абсолютно не релевантен для этого театра военных действий, да, там страна маленькая, и у противника нет, условно говоря, систем ПВО, тут страна большая, большая армия, и у противника система ПВО есть, поэтому опыт Сирии мог сыграть с нами злую шутку, скажу больше, Министерство обороны, базируясь на сирийском опыте, могло заказывать у промышленности целый ряд каких-то нужных нам, скажем так, вещей, в гораздо меньших количествах, но приведу пример, подавляющее большинство сирийских боевиков шло в атаку без бронежилетов, соответственно, поражая их, тебе не нужно было какой-то, какой-то наряд, да, понятно, и, соответственно, складывалось впечатление, что там те или иные средства для решения этих задач не нужны, все украинцы в бронежилетах, да, у них их хватает в избытке, а у нас нет, да, потому что на них работает весь мир, поэтому вот когда говорят там опыт Сирии помог кому-то, у нас была очень известная такая история, когда царская Россия покоряла Центральную Азию, и долго шла эта война, так сказать, и возникла такая мафия, ее называли ташкенцы, и вот они тоже, как показал опыт завоевания Центральной Азии, ташкенцы, ташкенцы, а потом опыт ташкенцев оказался абсолютно неприменим ни к русско-японской войне, ни к войне Первой мировой, поэтому вот эта максима о том, что генералы готовятся к прошедшей войне, она, к сожалению, подтверждается очень-очень часто. В этом смысле, конечно, удивительным образом украинцы являются примером того, как, подобрав кровавые сопли 14-го и 15-го года, люди сделали работу над ошибками и, в общем-то, внедрили лучшее, в том числе из гражданских технологий, в новые формы и способы ведения боевых действий. Ага, но тогда хорошо, другой момент. Конечен ли приток зарубежной техники, боевой техники, средств защиты на Украину со стороны Запада? Ведь мы на протяжении 8 месяцев говорим, вот если бы они не поставляли, мы бы тогда уже в мае уже бы понятно что. Вы знаете, на мой взгляд, коллективный Запад и те страны, которые Запад в состоянии, скажем так, мобилизовать прямо или косвенно, ну вот, например, есть информация о том, что у украинцев есть пакистанское и иранское оружие. Иранское оружие, Иран точно его не поставлял, Пакистан, я читала, кстати, да, очень любопытно. Но иранское оружие перехватывалось американцами и другими, там, Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, поэтому это конфискованное иранское оружие, которое они отдали, да. Точно так же пакистанское оружие, оно могло быть поставлено в какие-то другие страны, и эти страны могли отдать. Точно так же, как Швейцария сама не поставляет вооружение украинцев, но у украинцев есть швейцарские, там, ручные гранаты, мины, которые отдали другие страны. Поэтому мы должны понимать, что Украину будут продолжать накачивать оружием, даже если будут какие-то паузы, да, обычно, традиционно, зимой воевать плохо, да, война не любит зиму, поэтому будет определенная оперативная пауза, и за это время, конечно, то, чего им не хватает, им понатащат. Поэтому здесь не надо испытывать иллюзии, что в какой-то момент что-то у них там кончится, и, так сказать, с нами случится какое-то чудо. Нет, конечно, вряд ли кто-то говорит, что там, мы ждем, пока закончится. Тут многие Столтенберга вспоминают на саммите НАТО, который в июне на претензии Украины, почему же вы нам нового много не поставляете, говорит, а мы не можем, у нас вот склады сейчас мы почистим, а чтобы конвейер запустить, тоже время должно пройти. Но возникает вопрос, насколько все-таки сейчас мы понимаем, что в основном Украина, основную силу, силу Украины, это в том, что ей поставляют без проблем западное оружие, ну, то есть, это какая-то бесконечность. Его подвозят, мы уничтожим, его подвозят, мы... Знаете, помимо оружия, необходимо сказать, что у украинцев очень качественный личный состав, то есть, они извлекли те уроки, которые им пришлось, так сказать, извлечь в 2014 и в 2015 году, значит, после подписания первого, и особенно второго Минска, они и сами работали над собой, и им активно помогали западные, и не только западные, там, какие-то есть практики и на Востоке интересные. Ну, приведу классический пример, да, то, как они используют Starlink, Илона Маска, это, конечно, вызывает восхищение, потому что... В плане... Ну, вот смотрите, если мы действуем в нашей артиллерии, у нас батареи по 2-3 орудия, украинцам позволяет наличие Starlink, терминала Starlink, действовать одним орудием, да, то есть, есть беспилотник, есть Starlink, или несколько беспилотников, и они получают в режиме реального времени информацию, им не нужно несколькими снарядами, они могут фактически, там, со 2-го, с 3-го... Да, они взяли старые пушки и сделали их высокотечным оружием благодаря, там, Диджаевскому Мавику и Илону Маску. Причем, когда у нас сейчас говорят, вот сейчас нам нужны цифровые станции, азарт, вот нам сейчас нужны беспилотники, и как только мы их получим, все улучшится. На самом деле, не так. У нас просто нет возможности сливать эту информацию, потому что у нас нет нашего Starlink-а. Да, у нас будут беспилотники, да, у нас будут хорошие рации, но мы все равно не сможем в режиме реального времени, как украинцы. Поэтому сейчас... То есть у нас это лак больше не получается. Конечно, сейчас, получив дальнобойное оружие, они просто будут нас перестреливать, старые советские или по типу советских не очень дальнобойных пушек с неуправляемыми снарядами, то сейчас, имея скалибуры, конечно, ситуация приобретает очень драматичный характер. И потом необходимо помнить, что вот они прошли, в отличие от нас, эти уже несколько волн мобилизации, и у них эта система провернулась, она отработана, и мобилизовав людей, они, скажем, отправляют их в Великобританию. На обучение. Они их там обучают, потом они обучают их у себя там где-то во Львове, например, а потом берут батальон и включают его в бригаду, где уже два обстрелянных батальона. А у нас до недавнего времени мобилизованными их сбивали в совершенно новые части, поэтому они были не очень устойчивы. Отслаженность долго отстраивается. и на уровне даже качества личного состава получается, что у украинцев ситуация лучше, чем у нас. Добавив в нашу кадровую армию, большое количество мобилизованных, мы как бы размыли невольное ее качество. И раздав им хорошее оружие, мы также размыли, условно говоря, эту температуру средней в палате. Но это же пока как бы можно говорить о том, что это переходный период, потому что то же самое и на Украине было, когда вот эти волны мобилизации объявляли. Сначала это все было хаотично, потом это отстроилось, просто у нас лак по времени должен быть короче. Вы абсолютно правы. Дело в том, что война, она, так сказать, не терпит скоропалительных выводов. Требует подготовки. Требует подготовки и требует терпения. Вот, скажем, весь 42-й год нас фактически до битвы при Сталинграде нас били, несмотря на наши некоторые успехи в 41-м году и то, что мы отогнали врага по Москве. Но мы, так сказать, с упорством продолжали взбивать как-то лягушка молоко, и мы сбили его в масло и дальше, в общем-то, ситуация переломилась. Вопрос в другом. Если использовать аналогию вот с лягушкой, то американцы и британцы и целый ряд других западных, они, вот знаете, вот они увеличивают градус напряжения таким образом, как бы затягивая боевые действия, чтобы и украинцев обескровить, чтобы они, так сказать, по окончанию войны потом не возгордились слишком сильно, да, чтобы это была для них первая победа, даже такая тактика, да. И чтобы мы, как та лягушка, не почувствовали критического ситуации и вместо того, чтобы, грубо говоря, взбалтывать молоко, чтобы мы медленно в этом теплом молоке сварились. То есть я вижу некий такой вот элемент такого циничного заговора. Управление. Увидев, да, фактически кровавую гражданскую войну двух братских славянских народов, те, кому хотелось бы, чтобы они, их было поменьше, чтобы голос их был потише после окончания этой войны, дай-ка мы вот так вот будем регулировать вот эту газовую горелку побольше, поменьше, чтобы они подольше друг друга убивали. Но про это, кстати, и говорят, про тактику американцев, что им выгодно, чтобы этот конфликт продолжался как можно больше. Другое дело, что здесь способно ситуацию переломить, чтобы, соответственно, не следовать тактике американцам, не быть как бы во власти тактики американцев, а сделать уже по-своему, чтобы это было с какими-то не такими критичными потерями. У меня нет кристального шара, чтобы сказать, что можно переломить, но если взглянуть в историю, в частности, в нашу, у нас дважды была ситуация, когда у нас треснул тыл, и победа была у нас украдена. Но на самом деле, если ты внимательно изучаешь русско-японскую войну, ты понимаешь, что японцы уже стояли на грани истощения. Но просто в те моменты, когда вот в Манчжурии нас преследовалась серия неудач, причем они даже как-то была боевая ничья, мы просто отошли. У нас вспыхнули революционные события 1905 года, ну и пришлось, условно говоря, подписывать мирно, невыгодно для нас условия, отдать там половину Сахалина, часть территории еще. И второй раз, это, собственно говоря, 1917-й. Уже были секретные переговоры Сайкс, Пико, Сазонов, уже поделили мир, уже Константинополь, русский город, и опа! Что произошло? Ну, Черчилль емкую фразу произнес, корабль затонул у входа в порт. И в этом смысле, конечно, колоссальное уважение вызывает советская власть, при всем том, что у нас любят вешать на Иосифа Иссарионовича, вот это вот был такой супер Жуков и супер Суровикин, да? Это человек, который, может быть, вначале как-то испытывал какие-то, так сказать, терзания, но потом человек, который не уехал из Москвы, человек, который смог организовать ее оборону, немцы стояли в 40 километрах от Москвы, да? Немцы в 42-м году одержали огромное количество побед, взяли огромное количество трофеев, очень сильно побили Красную Армию, однако тыл был крепок, да? Страна перешла на военные русла, и страна смогла выстоять и победить, смогла выстоять и победить, поэтому вот очень важно, чтобы у нас не треснул тыл, чтобы каким-то образом у нас не начались какие-то брожения, как это было вот в конце Царской империи. То, кстати, иностранцы рассчитывают очень сильно. И тогда мы, конечно, переможем, у меня сомнений никаких нет, что мы победим. Вопрос по поводу спутников, очень любопытный, потому что про Старлинки много говорили и уже много иронизировали по поводу этой странной переписки Маска с этими, с украинцами, которые свою же руку кусают, точнее, кусают руку, которых кормят. Но сегодняшнее заявление, сейчас скажу, замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружением МИДа России Константин Воронцов говорит, что Россия считает коммерческие спутники США законной целью для удара, если они используются в военной операции на Украине. Мы понимаем, что как бы, ну, никаких технических дальше деталей звучало. Но мы же не говорим о том, что как бы, ну, никто в космосе-то воевать не собирается вроде как. Ну, технически, конечно, мы умеем сбивать спутники. Это было несколько месяцев назад, 2 года назад, наверное, в очередной раз продемонстрировано. Однако необходимо понимать, что когда ты применяешь это, во-первых, это надо применять массово, чтобы сбивать эти спутники. Их много. Реально ли можно... Сбивать или просто выводить из строя? Ну, ты просто наносишь на них удар с Земли, и они разваливаются, да, и скажу больше, они разлетаются на огромное количество осколков, и там, скажем, мусор космический. Конечно, они могут собственную твою международную космическую станцию повредить, где сейчас наши космонавт Кикина, да, с американцами. Поэтому, это такое оружие обоюдоострое, и нужно дважды подумать, какие будут выхлопы. Вполне возможно, что, скажем, негативная реакция международного сообщества, в том числе тех стран так называемого глобального юга, которые все еще как бы нас поддерживают, даже если они там вынуждены под давлением американцев голосовать, скажем, против нас, где-то в ООН, реально, де-факто, большинство стран Африки, большинство стран Азии и Латинской Америки, они нас поддерживают, это не их война, им все вот эти американские ужимки и прыжки не близки. А вот если ты сделаешь такой шаг, часть людей от тебя могут отвернуться. Поэтому необходимо помнить, что за каждым военным действием идет и потом какая-то политическая, политический шлейф, да, поэтому, может быть, говорить это и стоит, но вот применять надо взвесить все за и против. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий, новости продолжим. Микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий, смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, смски, телега для сообщений «Говорит МСК-бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», это для того, чтобы вы нас там смотрели и новости наши заодно читали. Так, еще по поводу, сейчас где-то это было сообщение от наших слушателей, сейчас найду. Как вы оцениваете риски для Каховской ГЭС со стороны Украины? Как высокие. Попытаются. Ну, понимаете, украинцы в том положении, что чем хуже, тем лучше. Терять нечего. Не просто терять нечего, что, скажем, все можно повесить на нас. В любом случае. Соответственно, их по-любому поддержат. Даже если потом выяснится, лет через 15-20, что это были немые они, как вот, скажем, сербов в свое время ошельмовали, сделав их единственными виновниками резни на Балканах. Хотя резали все и всех. Да. Это потом выяснилось. Но только они уже были под санкциями, у них разорвали страну, у них меньшинства остались в сопредельных государствах. Поэтому все, что, грубо говоря, может навредить нам во всех смыслах слова, украинцы будут это делать. И здесь не нужно испытывать никаких иллюзий. Договориться. Ну, а силы, хорошо, чисто технически. Как это? Я понимаю, что даже переселение людей с одного берега на другой, это как раз и в целях обеспечивания защиты. Хотя многие уже успели тогда додумать слова Суровикинга. Ну, точно, теперь там Херсон все сдадут и так далее. Но далеко забегать не нужно. Нужно по факту смотреть, что будет. Но многие же говорили, что как раз переселение людей это в том числе защита и перестраховка от того, что если там решаться подорвать все-таки. Ну, помимо того, что решаться там подорвать, мы видим, насколько сложной была операция по очистке Мариуполя. Да, городские бои. И как пострадало мирное население, которое решило не уйти. И поэтому, в принципе, наверное, вот мы тут сидим в московской студии светлой. Это звучит немножко цинично, но как бы я всем могу, как военный эксперт, дать совет, что если война приближается к твоему городу, то нужно взять все необходимое, документы, деньги, какой-то набор одежды и еды и надо покидать. Да, жалко квартиру, да, жалко там что-то гараж, машина, огород. Но война делает с городами страшные вещи. Поэтому я думаю, что Россия просто не может себе позволить из политических соображений и имиджевых сдать Херсон без боя, поэтому Херсон будут оборонять. И то, что из него вывезли в значительной степени мирное население, это очень мудрый и ответственный шаг. Особенно после харьковской истории. Который можно только приветствовать. Но опять же, мы должны понимать, что туман войны это всегда такая сложная вещь, что может так случиться, что мы Херсон удержать не сможем, потому что он находится на отрыве, по крайней мере, та часть Херсона, которая на левобережье. Вот. То есть мы не должны впадать в какую-то фрустрацию от того, что что-то идет не так, как нам хотелось бы. Боевые действия, что-то такое, невозможно ничего предсказать. Да, знаете, это вот есть фраза, которую приписывают Карл фон Клаузвитсу, что военное дело очень логично и доступно в принципе для понимания любого здравомыслящего человека. Но воевать сложно. Воевать очень сложно. Но вопрос еще о перспектив удар по инфраструктуре. Вот наши слушатели несколько уже эти вопросы задали. Говорят, что с железнодорожными узлами и не допускаем ли мы дальнейшие ошибки, то, что мы все равно игнорируем и в общем-то бережем инфраструктуру. Ведь по этим же самым железным дорогам доставляется иностранное оружие, которое потом лупит по нашим солдатам. Помимо железных дорог налажена сеть доставки по автомобильным дорогам. Этот вопрос все-таки не ко мне. Это вопрос к военной и политической власти. Почему не делается целый ряд вещей? Это может не делаться сознательно. Потому что мы считаем, что мы, так сказать, один народ и что эту страну придется восстанавливать. Понятно. Это может делаться бессознательно. Это может делаться, потому что считается, что есть более важные цели. Я не готов спекулировать на эту тему. Извините. Тогда другой момент. Значит, вчерашние вот эти вот учения, которые проводились Владимир Путин из ситуационного центра, наблюдал за ежегодными учениями наземных морских авиационных стратегических сил сдерживания вооруженной силы. Отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Кадры были и в контексте не успели все это провести. Тут американцы говорят, что Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб Б-61-12 в Европе. Должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре. Вместо весны 23-го года политика об этом пишет. Мне кажется, эти новости нужно в контексте рассматривать, потому что сначала одно, потом другое. По поводу вчерашних учений, с этого предлагаю начать. Зачем это нужно именно сейчас? Ну, эти учения плановые, о чем неоднократно говорилось, и мы уведомили американцев об этом, чтобы это не выглядело как начало, не дай бог, нападения. Вы знаете, был в свое время известный инцидент в 1983 году, когда американцы проводили тайные учения Эйб Ларчер в Западной Германии, и там имитировалось в том числе нанесение удара по Советскому Союзу. Нас об этом не предупредили, и Советский Союз в какой-то момент воспринял это как подготовку к началу Третьей мировой войны, и готовились ответные меры, и поэтому, собственно говоря, мир... Вот мы все знаем про Карибский кризис, но там все было публично, а вот в 1983 год Эйб Ларчер, это было не публично, и, так сказать, только через 10 лет стало известно, что мир тоже стоял на пороге атомной катастрофы. Поэтому транспарентность очень важна. Наши западные партнеры, так сказать, по конкурентному взаимодействию должны понимать, что мы держим свой ядерный порох сухим, потому что на фоне тех неудач, которые нас преследуют в проведении специальной военной операции, у многих сложилось впечатление, ну, что мы вообще уже ничего не можем, да, что мы... Это последнее предупреждение и все. Да, мы хотим показать, что мы еще много чего можем, и вообще есть такая максима, о которой надо помнить, да, что Россия никогда не бывает такой сильной, какой она кажется, Россия никогда не бывает такой слабой, какой она кому-то кажется, да. Вот если и мы сами, и целый ряд наших западных партнеров вполне возможно переоценивали наш потенциал до начала специальной военной операции, то сейчас они сильно его недооценивают. Кстати, если с нами это сыграло злую шутку, то украинцам это помогло. Украинцы нас переоценивали и готовились очень серьезно. Кстати, примерно та же ситуация была во время Второй Карабахской войны, вот армяне впали в такую гордыню, вот мы такие львы, мы сейчас дойдем до Баку, а азербайджанцы очень серьезно готовились, сильно переоценили армян, поэтому готовы были воевать долго, нести тяжелые потери, и это помогло им достигнуть таких удивительных результатов. Поэтому всегда необходимо помнить, что война не прощает верхоглядство, необходимо все время трезляться и исходить из худшего сценария. Помните, как все смеялись над генералом Миле, который накануне начала специальной военной операции сделал заявление о том, что Киев падет за 3-4 суток, 3-4 суток, а потом что-то пошло не так. Как устроена военная разведка? Она должна дать тебе 5 или 6 сценариев, а твое решение должно базироваться на одном из этих сценариев. Она тебе не может сказать, что все пойдет именно так. Если она тебе не дала 5 или 6 сценариев, по одному из которых пошло, тогда это провал. Так и тут. Военная разведка и военные всегда должны исходить из худшего сценария. И в этом смысле американцы исходили из худшего сценария, что мы дойдем и мы возьмем 3-4 дня. А у нас сложилось впечатление в силу каких причин, я не знаю, что мы шли из лучшего сценария. И именно поэтому так получилось, как получилось. Да, получилось так, как получилось. Но хорошо, а то, что американцы вот следом объявили, что ускоряет размещение модернитактических ядерных бомб, здесь даже не про технические характеристики не прошло, а именно политический контекст. Как это понимать? Это попытка давить на нас. Дело в том, что Россия известна тем, что у нее достаточно большой арсенал тактического ядерного оружия. Скажу больше, тактическое ядерное оружие это та святая святых, которую американцы несмотря на все свои попытки, что при Советском Союзе, что при Ельцине, что последние 20 лет засунуть свой нос, получить какие-то данные, получить какие-то доступ, чтобы, так сказать, втянуть нас в переговоры по ограничению, им это не удалось. Поэтому они даже до конца не знают, что у нас есть, чего у нас нет. И как быстро и как эффективно мы можем это применить. Поэтому они пытаются нас устрашать своим тактическим ядерным оружием. Необходимо проявлять хладнокровие. Все-таки хладнокровие. Но это любопытно, потому что история вот именно как я вас как спрашиваю, как раз специалистов в части стратегии, технологии и так далее, потому что постоянно муссируется тема с ядерным оружием. Ну уже хорошо, спустя полгода научились различать, что такое стратегическое ядерное оружие, что такое тактическое ядерное оружие. Но постоянно все всего боятся. Говорят, ужас и кошмар. Американцы накачивают информационное поле тем, что вот Путина последний аргумент. Сейчас он как шарахнет и все ужас и кошмар. И тут Россия изгой, страна террористов и так далее. Во-первых, почему так боятся ядерного оружия? А во-вторых, мы действительно защищены от того, чтобы прецедента не случилось? Знаете, перепевая ту известную советскую комедию, храните деньги в сберегательной кассе, а гарантию дает только госстрах. Все может случиться. К сожалению, мы видим, что ситуация выходит на некий новый уровень. Мы не имеем этого опыта. Мы не можем применить опыт прошлых лет. То есть, скажем, во времена Карибского кризиса был колоссальный страх ядерной войны и было взаимное уважение. То есть, у людей были разные взгляды на мир. У нас была своя экономика, у нас была идеология, у них была рыночная экономика. А сейчас, как таковых, идеологических противоречий нет. Сейчас единственным, что ли, таким крупным идеологическим противником США в области, ну, или Запада, в области, вот, там, скажем, не идеологии религиозного экстремизма, то есть, мы говорим не про отдельное течение, а вот государство это Иран, которое противопоставляет там обществу потребления. Мы, по крупному счету, у нас такой же образ жизни, как у американцев. Мы ходим, носим те же бренды, мы ходим в те же магазины, смотрим те же фильмы, мы не противопоставляем себя. То есть, конфликта идеологии нет, да? Ну как, они не консерваторы, а мы консерваторы. Ну, это в меньшей степени, понятно. Я про то, что исчез страх, исчезло уважение. Вот люди почему-то забыли, что история человечества это история войн, зачастую очень кровавых. У нас был, скорее, исключение из правил, период. Абсолютно верно. Вы правы, Евгения, что вот эти 30, ну, там по-разному можно считать, 25 лет вот этого безудержного потребления во всем мире, вот этого в значительной степени отсутствия кровавых конфликтов, хотя, скажем, если мы посмотрим на геноцид Хуту и Туцси, на войну в Конго, просто глаз Запада был оттуда отвернут, что творилось в Ираке, в Сирии, но просто при всей своей деланной политкорректности, всех интересует судьба европейцев, американцев, а эти какие-то там люди, то есть формально... Как Боррель сказал, мы сад, а там джунгли. Формально, формально, конечно, мы все одинаковые, но реально, это же все же понимают, что важно жизнь европейца, а никак не жизнь африканца. Поэтому вот это вот верхоглядство, незнание истории, оно делает, может сыграть злую шутку, в том числе и довести до применения одинорожия. Мне как, отцу четырех дочерей, не хочется в это верить, но как человек, изучающий военные вопросы, наблюдающий за тем, что происходит, мне, конечно, ужасно хочется, знаете, вот как вот на мышке, есть вот это анду, да, отмотать назад. Да, отмотать назад. Мне ужасно хочется отмотать назад, потому что мы видим, что мы дошли уже до такого порога, когда уже пора деэскалировать, однако мы видим, что в Вашингтоне настроя на деэскалацию нет. Ну, потому что они пока не достигли своих целей, там, в плане экономики, или их цель организация конфликта? Я не знаю. Да? Я правда не знаю. Наверное, это надо американистов спрашивать. Вот, может быть, многое сегодня выяснится на Валдайском клубе, я думаю, что будут вопросы, и президент ответит на них. Есть вопрос, сейчас скажу, от нашего слушателя. Так, с Россией хотят провернуть сценарий Первой мировой войны, говорит Сергей, но это про это уже Руслан Николаевич сказал. Так, есть вопрос, вот, сколько миллиардов Запад уже закачал на Украину, на них можно было бы новое государство создать со всей входящей инфраструктурой, но пока правильно ли считать, что Украина представляет из себя больного на ИВЛ, которому кислород отключат, и он тут же умрет? Кислород, в данном случае, это деньги. Ну, такая точка зрения имеет право на существование. Вопрос, а почему ему должны отключить эти средства? Это раз. Второе, американцы являются центром эмиссии, и европейцы центром эмиссии евро, поэтому они могут, так сказать, печатать эти деньги и передавать их Украине в том или ином виде, давайте не забывать про наши замороженные средства, которых уже нет. Вопрос, кто будет их бенефициаром? Будут строительные компании, восстанавливающие так называемую Украину, или оборонные промышленные компании Запада, которые передавали якобы бесплатно вооружение Украине, и потом наложат на эти деньги лапу. Ну, знаете, не хочется спекулировать насчет Украины, но если бы те огромные сотни миллиардов, которые вывели олигархи, и не только олигархи из России за последние 20 лет, были бы вложены в эту экономику, да, у нас тоже бы все было другое. Несколько иначе, 7373948, предлагаю пару вопросов от наших слушателей принять наушники. Найдите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Добрый день, Сергей Алексеевич. Какая разница? Нет у вас, вот только, вы думаете, только у нас есть только хладнокровие, а нерешительности нету? Спасибо. Знаете, вопрос очень правильный. У меня нет, я приведу вам такой пример. Еще только в начале нашей аналитической карьеры я и мой покойный друг, основатель Центра анализа стратегии и технологий, консультировали известного на тот момент телевизионного ведущего, а сейчас сотрудника компании «Роснефть», Михаила Леонтьева, у него была очень популярная программа, однако, она и сейчас есть, но тогда это было немножко в другом формате, и тогда мы делали программу по поводу, как должна реагировать Россия на то, что Джордж Буш вышел из договора о противоракетной обороне. Так. Вот. И мы там все красиво расписали, мы сделали красивую программу, писали, Леонтьев выбрал аргументы, он сделал замечательный эфир, и после этого мы спустились, извините за пропаганду, у вас 16+, распитие алкогольных напитков, мы спустились в бар, в Останкино, значит, взяли чего-то горячительного, выпили, Леонтьев говорит, мужики, ну а на самом-то деле, вот сейчас, если позвонит Путин и скажет, приезжайте в Кремль, посоветуйте, как отвечать, вы же какой совет дадите? И мы, не сговариваясь, спокойным Константином Маккен сказал, да нет, ну что, ну мы просто так поболтать, ну мы тебе готовы, ты выберешь телевидение, а президенту я не осмелюсь советовать, так и тут, когда вы говорите, что является нерешительностью, что является холоднокровием, то есть, грубо говоря, знаете, вот, в японской культуре, да, если самурай задумался, делать ему сипуку, или не делать, с Харакири совершать, ритуальное самоубийство, значит, сто процентов надо делать, да, значит, что-то с честью не так, а с другой стороны, если самурай знает, что он может выйти из дома и быть убитым, потерпеть поражение, он из дома не выходит, значит, в каком случае это честь, или дурдом, в каком случае это смелость, или трусость, поэтому я правда не могу ответить на ваш вопрос. Но здесь, наверное, может быть, еще вопрос заключался у Сергея Лисеевича в следующем, что считать, потерей стратегической инициативы и только как бы реакцией на что-то, а что считать обретением стратегической инициативы? Вы знаете, то, что мы реактивно действуем, и стратегическая инициатива не на нашей стороне, но вот смотрите, долгое время мы продавали наши энергоресурсы за американские доллары, за что-то еще. За евро, да. Сейчас мы продаем их за рубли, мы стали центром эмиссии, да, то есть мы как бы укрепили свой суверенитет и свой рубль. Почему мы не делали этого до того момента, пока нас не обложили эмиссиями? Ну, повода не было. Повода не было. Большой вопрос. А, то есть повода вставать с коленой, повода быть суверенными не было, пока не разразилась кровавая бойня. Поэтому тут ответов не может быть линейных. 73-73-948-8, телефон прямого эфира. Так, есть еще от слушателей вопрос, сейчас скажу, вот от 555-го. С учетом того, что украинцам помогает фактически весь мир, там, Европа, Штаты оружием, техникой, инструкторами и так далее, нужно ли говорить о том, что Россия сражается в одиночку? Ну, вы знаете, по меткому выражению одного из аналитиков, у Украины есть союзники, у нас союзников нет, у нас есть болельщики. У нас есть те, кто за нас болеет, потому что их или обидели украинцы, или их обидел Запад. Ну, там, классический пример сербы, да? Сербию нельзя назвать нашим союзником, но сербское население в подавляющем своем большинстве, больше 70% за Россию. Ну, кстати, да. Да? Поэтому... Политически они в тисках. Необходимо признать, что мы в значительной степени без союзников, да? Мы видим, как Казахстан стремительно от нас отползает, да? Мы видим, как Армения ищет варианты, да? Мечется. Поэтому мы вынуждены констатировать, что вот если мы рассматриваем союзников как кого-то, кто готов тебя поддержать, в том числе и штыками, то мы скорее в одиночестве. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологии. Руслан Николаевич, спасибо, ждем снова. Всегда к вашему слугу. Далее у нас киноафиши, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова